Во Владимирской области сегодня вручили награды за спасение на пожаре. Кадры из города Струнино, где семья с двумя детьми прыгает с пятого этажа, наша программа показала накануне. Остаться в живых людям помогли нерастерявшиеся прохожие. Они натянули ковер, который смягчил падение. С героями этой истории встретилась Марина Светлая. Крым горит, и увидели, что на втором этаже открываются окна, и выглядывают люди. Через секунд 15-20 вылетел ковер. Сначала думали, что уже кого-то выкинули. Начали быстро разматывать. Вот на этом моменте, когда начали разматывать, начали звать людей. В квартире оказались заблокированы 4 человека. Мама, папа и двое маленьких детей. На счету, каждая секунда. Пожарные на месте, но у них нет лестницы нужной длины. Лишь благодаря случайным прохожим Илья был одним из них. Дети не пострадали. Закричали, кидайте. Первый ребенок прям в центре ковра, очень удачно, очень мягко. У всех такой прям вздох, облегчение. Потом второй ребенок, буквально секунд 10 прошло, не знаю, может быть, даже больше, меньше. Второй ребенок тоже в центре ковра, четко, вообще безупречно просто. И, ну, такая чувствуется, какая-то энергетика такая мощная. Да, уже начали думать о том, что все хорошо, сейчас мы всех поймаем. Потом, значит, женщина, буквально тоже секунд 10, женщина, такое напряжение. И вот, когда уже мужчина, как бы решили задрать повыше ковер в этом месте, вот с той стороны, чтобы, как бы, погасить это падение. Вот, ну, к сожалению, до конца не удалось это все погасить. Вот, человек стукнулся. Пожар начался этажом ниже. Хозяйка квартиры получила ожоги 45% тела, но смогла выбраться из подъезда самостоятельно. Едкий дым очень быстро заполнил всю квартиру. Семья Балабановых оказалась заперта внутри. Выйти через подъезд невозможно. Здесь тоже дым, он заполнил всю лестничную клетку. Единственным выходом оставалось прыгать. Высота 15 метров. Козырек магазин около 3 метров в ширину. Рассчитать надо было так, чтобы попасть точно на ковер. Елена с мужем ни секунды не раздумывая стали выбрасывать детей с балкона. Здесь уже кислорода не было. Ребенок уже начал закашливаться, поэтому не было времени думать. Принимал решение муж. Когда он обнаружил, что у нас тут балкон, ой, это, господи, палац стоит. Палац он выкинул, крикнул, что помогите, тут дети расстелите, мы будем прыгать и все. Спасибо мужчинам, которые кинулись на помощь, держали палац, а мы прыгали в детский дом. Последним прыгнул отец. Сейчас мужчина с переломом позвоночника в больнице. Было страшно даже после того, как все было нормально. Эта мысль не покидала долго еще сознание. А вдруг что-то пошло бы не так. И когда мы держали этот ковер, состояние было такое ступора и мольбы человеческой внутренней, чтобы было все хорошо. Сегодня у Елены день рождения, но, к сожалению, она проведет его не дома. Ему выделили комнату в общежитии. Соседи предлагали остаться у них, но семья Балабановых не захотела их стеснять. Сейчас в квартире работают волонтеры, они обещают помочь с уборкой и последующим ремонтом. А в местной администрации сегодня наградили тех, кто случайно оказался рядом, но не смог пройти мимо чужой беды. Марина Светлая, Татьяна Бакулина, Лилия Зориной, Минтазудинов и Роман Хроленко. Первый канал.